Эти руки давно не снимали обзоры. Привет всем, дорогие друзья! Сегодня ко мне на обзор попал телефон, легенда, можно так сказать, от одной очень именитой фирмы. Кто-то, может быть, даже уже по внешнему виду догадался, что это такое. И сразу хочу извиниться, что я записываю не на микрофон, а, ну, как бы на микрофон, но на телефон напрямую. У меня с этим возникли некоторые трудности. Хотя петлички, все остальное у меня есть, но, к сожалению, на рекордер у меня сейчас... Вот тогда вышла, потерялась микро-SD-карта и не могу записывать звук на рекордер. И представляю вашему вниманию Pixel 3D. Это у нас обычная версия, 5,5 дюймов, 4,128 ГБ, не XL. Это уже второе видео, которое я снимаю. Ну, как снимаю? Формально снимаю, потому что первый раз, когда я снимал, я, короче, забыл написать, нажать кнопку записи. И поэтому полчаса триндел в никуда. Ну, да ладно. Я уже все распаковал пока триндел, короче. И, в общем, сразу хочу показать комплектацию. Это у нас здесь стекло приехало к телефону. Вот оно. Здесь у нас прокладки для протирки экрана. Чехол силиконовый. Вот нам приехал. Ну, в общем, сама коробка. Это у нас запакован был в этот телефон. И коробка у нас комплектация. Я думаю, как бы, ну... Она типа вроде как оригинальная. Я не знаю, не разбираюсь в пикселях. У нас здесь USB Type-C есть, USB Type-C наушники есть. Приехали тоже с телефоном. Это замечательно, очень хорошо. Здесь у нас переходник на 3,5-джек с USB Type-C. И есть сама зарядка. Вот она. Так. И на этом, собственно, все. Это сразу можно откладывать в сторону, потому что нам это особо не интересно. Нам интересен сам телефон. А телефон у нас приехал, в принципе, в хорошем состоянии, я бы так сказал. Почти. Почти в хорошем состоянии. То есть у него все идеально. Экран, вот, замечай, смотрите, все прям круто. У него даже, если вы обратите внимание, у него даже камеры ровно стоят вроде бы. Да, ну, почти. Ну, почти, почти ровно. Но они не закрываются, по крайней мере. То есть, в принципе, выглядит все очень неплохо. Экран у нас не царапанный. Ничего такого на нем нет. То есть, экран новый. Экран у нас новый. Задняя крышка у нас тоже не царапанная. Сейчас протру ее еще. Вот она. То есть, прям, 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 прям все замечательно. И косяк, как вы уже успели заметить, вот, у нас отклеилась крышка. Она здесь была приклеена, здесь по периметру, короче, я не знаю, как это называется, тейп-лента или что это такое. Ну, короче, она не прикручивается, она не имеет защелок, она просто приклеивается на нее. И вот, я не знаю, с чем это связано. Это связано с холодом, когда посылка ишла, то есть, она перемерзла и вот отклеилась. Или что, или туда пыль попала. Как это китайцы не заметили, я не понимаю, потому что, в принципе, я когда достал, почти сразу это увидел. То есть, оно было вот так. Вот такой вот косяк. Поэтому имейте в виду, когда заказываете телефоны с Алиэкспресс, будьте вот к такому, к такому будьте готовы. То есть, я включил аппарат, и, в общем-то, он сам как бы, ну, неплохо работает. Даже успел что-то сфотографировать. Работает он шустро. Ну, это же пиксель, естественно. То есть, Snapdragon 845. Это я вот сейчас снимаю на телефон вот этот вот Xiaomi Mi 8. У меня тоже Snapdragon 845. Я очень хорошо знаком с этим процессором, и он работает просто идеально. Это отличный процессор. Сам пиксель, как видите, работает все очень шустро. Прям, я бы сказал бы, молниеносно. Звук такой приятный у него. И вибро тоже приятное, знаете. Слышите? Он прям так стукает в пальчики, прям чувствуешь приятное ощущение. Но неприятная, конечно, вот эта вот штука. Я не знаю, открывать спор продавцу, требовать с него какую-то скидку, можно было бы, но как-то, в принципе, пофигу. Я раньше уже, когда занимался обзорами, уже снимал, на много телефонов снял, всяких обзоров, всяких видео. И скажу вам по своему опыту, что очень часто попадаются какие-то недоделки, а то и вообще приходят бракованные телефоны. Если вы не занимаетесь телефонами, то для вас это будет проблема, потому что, ну, как бы ты заказал аппарат, да, и он пришел вот такой, ну, что с ним делать? Ну, что с ним делать? Другой заказывать? Ну, это как бы деньги, ничего себе. Сам аппарат, я потратился на него где-то со всеми скидками, он мне обошелся в 144 доллара. И даже с вот этим косяком я вам хочу сказать, что такой аппарат, это всяко лучше, чем у нас в магазине по месту, если покупать телефон за такой прайс. Ну, за такой прайс вы такого уровня телефона вы просто не найдете. Ну, это классно. Это пиксель. Это пиксель третий. Отличная камера. Чистый Android великолепный. Я прям... Я сам хочу перейти на пиксель тоже. Не то, чтобы избавиться от своего Xiaomi. Нет, Xiaomi мне мой нравится, но мне не нравится оболочка. Конечно, его можно прошить, все вот это вот, все делать, заниматься. Я не хочу, если честно, всем вот этим вот этим тенью ставить какие-то левые прошивки. Я хочу просто купить вот телефон даже на Алиэкспресс, даже вот такой вот, и с вот таким, вы знаете. Ну, вот сам факт голого андроида, который, ну, просто... Ну, он великолепен. Я прям балдею по нему. Вот это, да, замечательно. Вот. Так что внешне у нас аппарат выглядит великолепно. Эти камеры у нас, как я уже сказал, они вроде ровные. Я, если честно, не могу сейчас так определить, потому что свет падает. Но они вроде как ровные. Ничего не закрывается, по крайней мере. Ну, здесь вот эта вот камера, видно, что она вроде как немножко смещена. Да, но это не страшно. Это не... Вот эти вот элементы ровно выставлены. Да, вот здесь камера все замечательно. Здесь все хорошо. Единственное, что я не знаю, чем подклеивать. Там я знаю, короче, есть специальная какая-то штука телефонная, которую можно подклеивать. Но я не знаю, что за клей. Поэтому суперклей, мне как-то не хочется это клеить, потому что потом хрен отдерешь. Вот, поэтому надо что-то где-то, короче, думать, чтобы приклеить это все дело. Если у кого-то под видео можете написать, обязательно посоветовать. Может, клей какой-то есть. Я надеюсь. А так, в целом, в принципе, нормальный аппарат. И сейчас даже фоточку сделаю. Посмотрим на фото, как он снимает. У меня уже вечернее время, к сожалению. Но сейчас мы пару фоточек сделаем. Так, сделал я уже пару фоточек. Сделал я пару фоточек. Так, надеюсь, у меня все записывает, чтобы не облажаться. Потому что третий раз записывать мне это как бы не очень приятно. Так, в вечернее время, как я уже сказал, у меня уже и фотки получились немножко темненькие. Но даже по таким фоткам я уже вижу все равно, что он как бы, ну, снимает неплохо. Так. Так, ну, даже номер видно, все слышно, машина. Форд. Значок. Не, ну, снимает он явно очень, очень, я бы сказал, замечательно. Я прям, ну, уже вижу, что и по объектам, хотя и фотка такая, ну, вечерняя, как бы она не очень. Так, а где у нас здесь картинки, картинки, картинки. Так, зайдем сюда, обратно. Непривычно немножко для меня управление. Так, это у нас приближенные объекты я снимал. Это я пользовался зумом. Так, тоже неплохо снял. Ну, и вот у нас, так сказать, картинка с более-менее нормальным освещением. Не, ну, снимает он хорошо, но это пиксель. Ну, что я могу, что я могу сказать? Я ничего не могу сказать. Плохого это пиксель. Снимает он, конечно, круто. Как видите, прям вообще нехорошо снимает. Ну, камера здесь хорошая, как мы видим. Именно поэтому из-за камеры, из-за быстроты работы, как бы чистый Android, все вот это, все, я его и покупал. И мне хочется, собственно, тоже такой аппарат, поэтому буду что-то думать. Так, снимает он неплохо. Оболочка у нас работает быстро. Единственное, что я не проверял, еще, конечно, сим-карту, как он будет контактировать там с сетью, со всем вот этим вот, всем батареей обязательно проверим, но это уже будет в другом видео, дорогие друзья. Поэтому обязательно подписываемся на канал, чтобы не пропустить новый видосик. И после уже окончательного, так сказать, тестирования, когда с ним походим, поюзаем, посмотрим, что как работает, уже я потом выпущу видео со своим отзывом. Вот, единственное, вот эта вот штука, вот, ну, как бы, да, немножко расстроила меня, но это такое мелочи. Главное, что сам корпус, он не царапанный, он нормальный, он просто вот здесь немножко отклеился. И, сам, наоборот, аппарат тоже работает, поэтому, как бы, ну, учитывая то, что это аппарат с Алиэкспресс, ну, ребят, я вас сразу предупреждаю, чтобы вы не бежали сломя голову покупать этот телефон, дважды подумайте, переспросите продавца, пусть проверяет обязательно крышки, вот эти вот все дела, чтобы нормальный аппарат вам прислал. И, во всяком случае, как я уже говорил, елки-моталки, повторюсь, что за этот прайс здесь, в принципе, такой телефон, такого уровня не найти. Вот поэтому я и подался во все тяжкие на Алиэкспресс. Но, во всяком случае, цена в 144 бакс, она как бы не такая уж и большая, но все равно это деньги, и все равно как бы неприятно, что вот такое вот случается. Я не говорю, что со всеми аппаратами такое бывает. Есть люди, я видел обзоры, заказывают, у них все в порядке, сборка хорошая, и, видимо, мне просто попался такой экземпляр, скажем так, лотерея. А вот и все.